Здравствуйте, уважаемые телезрители телеканала БТВ. В эфире передача «Диалог» и у нас в гостях сегодня исполняющий обязанности мэра Бильц Николай Григоришин. Здравствуйте и добро пожаловать к нам в студию. Добрый вечер. Николай, расскажите, пожалуйста, я сегодня ехала по улице Штефана Чалмаре и на перекрестке с Первомайска я видела представителей примарии троллейбусного управления, которые что-то там осматривали, обследовали. Что там происходило? По моему распоряжению сегодня, если вы следили, я давал распоряжение о том, чтобы сегодня приехали представители компании, которые делают данную дорогу, то есть улицу Штефан Чалмаре, которая считает капитальный ремонт. Также туда я послал Брагарь Ларису Ивановичу Зиньковску Вячеслава Ивановича, директора троллейбусного управления, представителей троллейбусного управления, представителей дорожной полиции, чтобы осмотреть сегодня, в каком состоянии находится данная дорога, потому что, как мы и заявляли и обещали, что с наступлением погодных условий мы сразу приступаем к ремонту дорог, которые были запланированы на 2017 и 2018 год. сегодня подписали общий протокол собрания представителей компании, кто будет учитывать этот ремонт, и с понедельника начинается, на этой дороге начинается ремонт. Я думаю, что до конца мая мы эту дорогу завершим полностью, завершим и будем сдавать ее уже как в эксплуатацию. То есть с понедельника она закрывается и начинается работа? Она закрывается, дорога закрывается, но она закрывается для легкового транспорта, общественный транспорт как ходил и будет ходить, то есть это троллейбусы, автобусы, они по этой дороге как двигались, так и будут двигаться, чтобы ни в коем случае не чувствовали горожане какого-то дискомфорта, и что надо какой-то промежуток идти пешком, все как работало в штатном режиме так и работает, но может будут какие-то неудобства, когда уже начнут ремонт полос, то будет перекрываться одна половина дороги или вторая половина дороги, и будет транспорт ходить по одной или по другой половине дороги. Сейчас это будут те виды работ, что будут проливаться швы, обследоваться сама, в каком состоянии сегодня данные швы, плюс будет забиваться черный щебень туда, и как ямочный, значит начнется с этого ямочного ремонта, чтобы могло быть движение, ну и дальше перерастет уже полностью, как мы обещали, к 20 мая, к концу мая дорога будет завершена, Штефан-Челмарь. Завершена как ямочный ремонт или капитальный? Нет, как капитальный ремонт. Улица Штефана-Челмарь, это получается у вас первая, которая в списке идет на ремонт? Да, это та улица, о которой я уже неоднократно говорил и говорю, что по нашей вине было скрыто асфальтное покрытие в конце ноября, начале декабря, и из-за погодных условий не успела компания выполнить ремонт, поэтому так вот мы всю зиму пережили с этой дорогой, из-за этой дороги у нас большие трудности, так как и у горожан неудобства, так как и автолюбителям неудобства, и водителям общественного транспорта, но мы старались как-то выходить из положения и подсыпали, и ровняли, может не всегда вовремя не позволяли дорожные условия, но старались выполнить, по крайней мере, реагировали моментально на данную проблему. Ну и сейчас я надеюсь, что если уже погодные условия нам позволят, но судя по погоде уже вроде бы нормально, то, ну, с понедельника мы начинаем. Остальные дороги когда начнется делать? Все начинаем параллельно, только погодные условия позволяют, мы начинаем двигаться. У нас в этом году также запланировано, кроме Штефана Челмаре, по капитальному ремонту это и улица Мира, и улица Мирча, Челбатрын, и закончить надо Карачибан, ну, Байдуково. Всего мы планируем потратить на капитальный ремонт дорог, это 10,5 миллионов лей. А если говорить о ямочном ремонте? Ямочный ремонт, вот сегодня я буквально вызывал главного инженера, директора ДРСУ, товарища Посечника, товарища Хмарного, и мной была поставлена задача, и я надеюсь, что они задачу эту выполнить, чтобы сегодня они должны запустить асфальтный завод, поставка битума должна осуществиться до четверга, и чтобы сейчас подошли, прошли подготовительные работы, что касается вот с Артема на Володарского, Ворошилова, Артема, бывшая улица, значит, они выехали и должны начинать подготовительные работы. Как только поступит битум, начнется ямочный ремонт. У нас недавно в гостях был ваш коллега Геннадий Шмульский, и он говорил о том, что те деньги, которые выделило правительство на ремонт бельских улиц, оно выделило компании Друмур Белц, которая не отвечает за внутренние дороги Бельские. Собираетесь ли вы с ними сотрудничать так, чтобы отремонтировать нужные улицы? Сегодня на аппаратном совещании я поднял этот вопрос о том выделении, я узнал сам из прессы, что правительство выделило деньги, на Бельце выделили 2,6 миллиона леев, но они выделили эти деньги на бульвар Еминеску, они не выделили на все улицы в Бельцах, они выделили на бульвар Еминеску. Но я дал распоряжение сегодня Зиньковскому, Вячеславу Ивановичу и Кудряшову Александру Витальевичу, чтобы они связались с руководством Друмур Белц, так как у нас есть проектосметная документация на данные бульвары, там очень дорогие работы, начиная с ливневки и заканчивая канализацией, то есть там есть подготовительные работы, очень огромные, на огромную сумму денег, и поэтому то, что выделили 2,6 миллиона, это чтобы, я так понимаю, что они, наверное, понимают, что нельзя ложить асфальтное покрытие, не сделав внизу ливневку, канализацию, водопровод и так далее. То есть начать надо с этого, и поэтому если не дал распоряжение, чтобы связались с этими специалистами, со своими коллегами, и обговорили данный момент, как они будут двигаться, параллельно это будет, или это будет сам Друмур Белц, не знаю, будем обсуждать. Вот у нас есть уже несколько комментариев по поводу дорог, я их зачитаю. Первый, отремонтировали бы по-человечески, а не ямочки заделали как обычно, или ливневки надо очистить, а то асфальтом позакрывали и на улице Штефана Чалмари, и Пушкина, и 31 августа. В Одессе стекать некуда. Конечно, нормальный ремонт недешево обходится, но значит, надо средства найти. Вскрыть старый асфальт, очистить ливневки, а новый проложить уже сплошным покрытием до уровня ливневок. Иначе все без толку. Справедливые замечания, что я могу сказать, только справедливые замечания, будем, конечно, реагировать на это, и то, что телезритель говорит, что ямочки заделывают. Но мы ямочки еще не заделывали, мы старались зимой, когда была безвыходная ситуация на таких дорогах, как Штефан Чалмари, мы старались бушный асфальт, щебень в перемешку вбить его в те ямы, чтобы было хотя бы проездной путь. Вы помните, что было буквально две недели назад на Штефан Чалмари и Первомайской. Мы исправляем, исправляем же свои ошибки, и мы, я понимаю, что надо чистить ливневку, и для этого тоже даны распоряжения всем специалистам, но я говорил, давайте подождем погодных условий, нельзя в мороз там чистить ливневку. И есть еще один комментарий, вы говорили о том, что намереваетесь строить парковку вдоль улицы Колесова, и по поводу этого участка пишет телезрительница, уберите, пожалуйста, кладбище у больницы, может, стоит перенести его куда-нибудь, это вполне возможно, я так думаю. То есть, насколько возможно перенести это кладбище? Ну, знаете, я не сторонник того, чтобы кладбище переносить. Давайте я изучу данный вопрос, посоветую специалистами. То, что парковку строить по улице Колесова, ну, это громко, наверное, сказать, строить парковку. Ее там, скорее всего, если мы говорим о той парковке, которая идет вдоль от светофора до светофора по Артема, то там будет углубление тротуара, и чтобы машины, просто транспортное средство не заступало на дорожное полотно, чтобы оно было углублено ближе к приемному отделению, вот так будем говорить, и к цветочному магазину, если вы понимаете, о чем я говорю. Я сказал углубить парковку. Что касается вдоль кладбища, да, мы тоже высказали свое мнение, и специалисты меня поддержали. Чем так, как сегодня стоят там машины хаотично с двух сторон, и что затрудняет проезд, то надо с одной стороны сделать, там есть от кладбища отступление, от стены кладбища, я сказал сделать отступление, сделать там парковочные места, чтобы они не парковались вдоль улицы, а чтобы тоже это было как-то оккультурено, и правильно они там парковались, а не так, кто хотел поставил так, захотел поставил с другой стороны, но это неправильно. Поэтому мы и на прошлом аппаратном совещании высказали свое мнение о том, об этой парковке, которая вдоль кладбища, о парковке, которая на улице Артема между двумя светофорами, и о парковке, которая находится между детской больницей и поликлиникой, о том, который сейчас сегодня парковка там собирает по 10 лей, насколько мне не изменяет память, и ту выручку, которую сдают сегодня парковщики, это 300 лей в день, в которую я глубоко сомневаюсь, и когда мы сделали анализ, что там паркуются в день до 700, 600, 800 машин, и кто платит, кто не платит, я сказал для всех сделать эту парковку бесплатную, но чтобы эта парковка была похожа на парковку, и отдать ее в управление нашей больницы, потому что если мы туда перенесем родильный дом, мы понимаем, что будет увеличиться нагрузка на наше медицинское учреждение, поэтому нужны парковочные места, так как и для посетителей, так и для самого персонала. Также я обратил внимание на то, чтобы посмотрели, разработали внутри больницы, где можно сделать парковочные места для врачей, то есть у каждого врача у нас есть автомобиль, и все наши доктора приезжают на дорогу, ну практически все приезжают на работу на своих личных автомобилях, и чтобы можно было внутри парковать их не места, но чтобы это было машины, чтобы это было правильно, и парковочные места были правильно расположены. Те улицы, которые подлежат капитальному ремонту, их будет делать та же фирма, что и Штефан Ачалмари? Улицы все, которые подлежат капитальному ремонту, я не могу сказать, это та же фирма, есть на улице Мира, это точно та же фирма, они выиграли тендер, кто выиграл тендер, то та компания завершает капитальный ремонт. У нас капитальный ремонт, это та компания, которая победила на тендере. То, что я могу вам сказать, что во вторник приехала компания из Румынии, я им дал список улиц, внутрикварталок центральных, где еще не было ремонта, они поехали обследовали буквально, вот они вчера это закончили, и они готовят свое предложение по их европейским технологиям, у них, правда, своя техника, у них своя рабочая сила. Вот я жду от них их предложения, извиняюсь, их предложения, и мы его изучим, и если нам подойдет данное предложение, и мы увидим, что оно действительно приемлемое, то мы, пожалуйста, хотим, чтобы они тоже участвовали в конкурс на, последующие какие будут конкурсы на дорожные виды работы. А на улицу Штефан-Челмари после окончания работ, какой гарантийный срок будет? Будет ли он вообще? Гарантийный срок обязательно будет, и это оговорено условием договора и условиями конкурса, когда они заходили на конкурс, когда уже была оглашена цифра, и я как бы ее вам озвучу, согласно договора, когда они сделают и будет подписано, там есть у нас маленькие разногласия, мы когда их пропишем, то я вам обязательно отвечу на этот вопрос. Расскажите, что за жаркие дискуссии происходят в соцсетях по поводу того, что вчера на заседании совета была передана земля, отведенная под строительство стадиона у городского озера, обратно мэрии, и также на заседании это тоже вызвало споры. Я не знаю, почему вы говорите жаркие дискуссии, так? Советник от демократической партии, им всегда что-то не нравится, им не нравится, вот как вы вчера, наверное, смотрели заседание, там одному советнику не понравилось, что футбольный клуб «Заря», он увидел в этом авантюру, что когда команду взяли с последнего места, она была на вылете из национальной лиги, из национального дивизиона, и будем так говорить, она стояла на коленях, не было ни формы, ни персонала, ни медикаментов, не было ничего в этом клубе. И когда ее взял Ренат Усатый с последнего места и без какой-либо внутренней дисциплины, без финансов, без ничего, ну, голая, с колен, бюджет не уделял никакого внимания данной команде, и когда я вчера гласил, что да, взяли команду, и команда привезла в Бельце, выиграла кубок, команда стала участвовать в Еврокубках второй год подряд, команда вышла на призовые места, сегодня команда только в лидирующих позициях, сегодня команда борется за лидерство в чемпионате страны, но вчера один из советников сказал, что это авантюра, в чем заключается авантюра, я не понимаю, но также и тут вызвал жаркие дискуссии, что в футбольной школе нет финансов, строит данное поле, футбольное поле, и строил футбольный клуб «Заря» и инвестор, какое преступление в том, что земельный участок передают обратно при Марии, он же не уходит куда-то там, ни какому-то частнику, он не ушел, как ушел там стадион пищевик, непонятно куда он ушел, да, он же остается в при Марии, в чем преступление, в чем авантюра. Какие проблемы происходят с футбольным клубом «Заря»? Ну, как я заявлял, вы же знаете, что я был не согласен с тем, что творится в футбольном клубе «Заря» со стороны правоохранительных органов. Вы знаете, какие репрессии подвергцы футбольный клуб «Заря», связанные с фамилией Григоришин. Начались обыски, начались проверки, изъяли все документы, всю финансовую, всю бухгалтерию, все увезли в Кишинев. Также в Минюсте изъяли документы об учредителях. Ну, и то, что творилось в соцсетях, вы видели, что Григоришин, выйди из команды, не путайте политику и спорт. Я никогда не путал политику и спорт. Я для команды приносил, мне кажется, только положительные результаты, начиная там с финансов и заканчивая просто моральной поддержкой этих ребят, потому что ребят привезли, вы знаете, там у нас ребята были и из-за границы, были ребята и молдавские лучшие футболисты, которые на прошлом году шесть человек, членов сборной национальной было от «Зари» только. Я делал все для этой команды. Ну, после вот этого, что в прошлом году вы видели беспредел этих судей футбольных, что они творили, что по политическим мотивам они убивали эту команду. Вы видели в начале прошлого сезона, начало сезона, когда восемь человек основного состава сидит на скамейке, у кого сломано колено, у кого голеностоп, у кого ключица сломана. У нас тогда футбол перешел, я не знаю, в американский футбол, но американский футбол они играют в защите, а тут играют ребята в майках и в шортах, гетрах и бутсы. Только из защиты у них есть щитки и все. Но что творилось на футбольных полях? В открытую летели ногами, ломали колени. Ну, я не согласен с этим беспределом, поэтому я ушел с футбольного клуба. Я, конечно, сердцем с ними, и я всегда буду их поддерживать и морально, но так сложились обстоятельства. Я сегодня не в футбольном клубе. Что творится в футбольном клубе? Ну, у них есть президент Андриан Богдан. Задайте ему, наверное, вопросы, что творится сегодня в футбольном клубе. Честно сказать, я не лезу внутрь, внутреннюю политику клуба. Когда я был там, я знал, что происходит в футбольном клубе. Сегодня я свою позицию вам огласил, я оглашал ее полгода назад. Я ушел и объяснил, почему я ушел именно с футбольного клуба. По поводу этой земли, которая была передана вчера, что дальше вы с ней будете делать? Вы вчера говорили о том, что там уже есть инвестиции в 3 миллиона. Там есть инвестиции, там чернозем завезли, там сделали дренаж, там сделали ливневую канализацию, там провели трубы под землей, по которым будет подаваться вода для полива. Там приобретены дорогие, дорогостоящие из Италии привезли насосы. Там сделана от бассейна, если вы знаете, там сделана заградительная бетонная стена, потому что хозяева бассейна, экономические агенты, ну, кошелот я имею в виду, когда шел дождь, то вся земля съезжала, получается, уровень поля выше бассейна, съезжало все вниз, и у них была один раз такая даже беда, что все бассейны были в земле черного цвета, ихняя химия даже не справилась. И они нас попросили, на тот момент времени я еще руководил командой, попросили, и мы построили, вот только эта стена, чтобы вы понимали, с одной стороны она стоит порядком 160 тысяч лей, только вот эта одна стена. Там есть вложения сегодня, можно приехать, посмотреть. Но сегодня земля передана, этот земельный участок передан на баланс при Марии, потом, наверное, будут какие-то обращения, кто-то обратится, что-то, ну, посмотрим, что будет дальше. Да, вы также говорили о том, что для того, чтобы завершить все работы, требуется 10 миллионов. Да. Насколько возможно, что найдется инвестор, который захочет довести дело до конца? Вы знаете, в нашей стране, я не знаю, найдется ли инвестор, потому что футбольное поле предназначено для детей, занимающихся футболом. Это не будет там выставляться земельный участок там под какую-то там, я не знаю, зону отдыха или под жилое там что-то, чтобы там построили себе кто-то дома. Нет, там целенаправленная земля именно под футбольное поле. И там заниматься могут только дети или проводить какие-то игры, если там будет позволять, будет освещение, будут трибуны, то можно даже там раздевалки тоже, естественно, раздевалки должно уронить, но можно даже что-то в Молдавии проводить, национальной дивизии. Но насчет инвестора я сегодня не готов ответить, что найдется ли в Молдавии инвестор. После нашего эфира у вас сразу же встреча с общественными организациями, которые по правам по защите животных. О чем вы будете разговаривать с ними? Ну, организации захотели встретиться со мной лично. Это будет наша первая встреча, она будет идти, тема будет разговор, естественно, это бездомные собаки, которые сбили стаи на БАМе, на улице Когульской, в детском парке. У них есть выход с данной ситуацией, они хотят его предложить, и мы хотим для этого встретиться и обсудить, как мы должны действовать в этих вот пошагово, что мы должны предпринять, поэтому это, наверное, уже эфир следующей передачи, я вам расскажу, о чем состоялось и что решили. Нам также пишут по поводу собак, на территории детского сада номер 48 на БАМе, огромные стаи собак, которые мешают детям, просят помощи, даже, можно сказать, крика помощи. Знаете, чтобы неправильно кто-то потом не воспользовался, что я призываю к чему-то, я говорил, я обращаюсь сейчас к директору ДРСУ, он, наверное, меня наверняка смотрит, я уверен, что он меня смотрит, чтобы они выехали на место и изучили ситуацию с этими собаками. Но ни в коем случае я не призываю к тому, чтобы поступили, как нек, там писали в прошлый раз в комментариях, что травят собак сосисками. Я против насилия какого-то над животными, против травли собак. Для этого должен быть, если это отлов, то это должен быть отлов, поместить в какие-то специальные условия их и стерилизовать. На следующей неделе уже пасхальные праздники. В пасхальную ночь будет ли освящение возле церквей? И как будет ходить транспорт? Сегодня также было аппаратное совещание, я затронул эту тему, я дал поручение начальникам служб, также дал поручение Зиньковскому Мишлаву Ивановичу изучить данный вопрос и сделать все для того, чтобы освящение в пасхальную ночь работало, чтобы все храмы наши, чтобы наши прихожане пришли в храмы, там все освящалось. Транспорт также будет работать, расписание дополнительное вывесят на сайте Примарии или в троллейбусном управлении, будет объявление также на вашем телеканале. А когда родительский день будет через неделю, будет ли организован дополнительный транспорт до кладбища? Да, конечно, будет организован до кладбища, что касается вы имеете в виду на улице Гагарина, да, также я могу сказать. Ну, в том числе и на новое кладбище. И на новое кладбище, которое находится на восьмом квартале. Также будет организован туда транспорт, то есть увеличение, там будет увеличен, увеличение маршрута действующего транспорта будет доходить там, разворот, идти дальше, обратно по маршруту. Это только на праздники или это будет постоянно? Нет, это только на упоминальный день, который состоится после Пасхи через неделю, это у нас 15-16 число, кажется. А после этого, если кладбище уже функционирует, то нужно обеспечить доступ к нему? Мы этот вопрос изучаем, и я думаю, что в ближайшее время, буквально неделя-две, мы выработаем правильно, это будет опять же или увеличение маршрута, или туда будет идти отдельный транспорт. Этот вопрос изучается, и он у меня под личным контролем. Да, также люди жалуются на то, что там нет еще дороги, и скорейшее решение этой ситуации. Дороги не только там нет. Дороги, можно сказать, нет во всех бельцах, их надо делать, и делать их надо сообща. Из того бюджета, который я говорю, у нас 450 миллионов, на дороге нужно 2,2 миллиарда, мы не можем сделать все дороги. Делаем по возможности на то, как распределяем средства, и то... Тогда заявлял я у вас неделю назад или две, и сейчас заявляю, если последние 30 лет делали по одной-две дороги в год, то все было бы нормально сегодня в бельцах с дорогами. Скажите, 20 мая состоятся выборы мэра Бельц. Наша партия, Рената Усатый заявлял о том, что вы будете кандидатом, но все же еще нет официального заявления, официального решения. Что с кандидатом? Определились? Ну, Ренат Усатый не заявлял, что я буду кандидатом. Ренат Усатый заявил, что, возможно, один из кандидатов может быть Николай Григоришин. Повторюсь, значит, в плане того, кто будет кандидатом в мэры города Бельцы от нашей партии, он будет. И это буквально будет рассмотрено, и мы будем его представлять, скорее всего, в понедельник. В 18 часов будет территориальное собрание, где будет выдвинут кандидат на пост мэра города Бельцы. Также потом кандидатура предоставится национальному совету партии, национальный совет утвердит данную кандидатуру, и уже будет туда официальное обращение. Спасибо вам большое, спасибо, что нашли время днем прийти к нам и ответить на вопросы наших жителей. Это была передача «Диалог». Я Дарья Слободчикова и мой гость Николай Григоришин. Прощаемся с вами, оставайтесь с нами, всего доброго. До свидания. Продолжение следует...